Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте и вот о чем мы расскажем. Власть обещает, люди надеются и ждут. Премьер-министр республики встретился с жильцами ветких многоквартирных домов в Каспийске. Вы можете сказать, вы почему ее десятилетиями не изучали. Десятилетиями ни Бориса Ивановича, ни Абду Муслину на этих должностях не были. Это все нам досталось наследству. От кого досталось, мы тем людям оценку тоже не даем. Им оценку даст Всевышний. Их тоже услышали. С жильцами дома по улице Габитова встретился исполняющий обязанности мэра Махачкалыр Звангази Магомедов. Красивые снаружи, опасные внутри. Более 400 многоквартирных домов в Махачкале построены с нарушением градостроительных норм. Спорту все возрасты покорны. Дагестанские волейболисты-ветераны выиграли медали Кубка России. Два человека погибли, еще 32 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП на дорогах республики за прошедшую неделю. Всего сотрудниками госавтоинспекции было зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий за период с 6 по 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики. Их наконец-то услышали. Жители аварийных общежитий Каспийска войдут в рабочую группу по принятию решения об их переселении. Новость сообщил премьер-министр республики на встрече с жильцами. Наш телеканал несколько раз поднимал проблему ветхих многоквартирных домов в Каспийске, в которых более полутора тысяч человек живут в нечеловеческих условиях. О ситуации нерешенной надежды в сюжете Патимат Ханаповой. Безответственному подходу будет положен конец. Люди не должны жить в домах, где нет света, газа, а в подвалах вода. Такова была речь главы Кабмия на выступлении Авдулмуслима. Авдулмуслимова определенно внушает надежду. И решение этой проблемы должно быть ваше благо. Создание вам комфортных условий. Здесь никаких целей нашей встречи нет. Я человек открытый, меня в этом Дагестане знают. Я здесь родился, рос, работал и здесь умирать тоже буду. Вы можете сказать, вы почему ее десятилетиями не изучали. Десятилетиями ни Бориса Ивановича, ни Авдулмуслиму на этих должностях не были. Это все нам досталось наследству. От кого досталось, мы тем людям оценку тоже не даем. Им оценку даст Всевышний. Надежда, как известно, умирает последней, но в этой истории люди практически отчаялись. Жильцы аварийных многоэтажек обращались в различные инстанции на протяжении 10 лет. Сначала они добивались признания их домов аварийными, а после уже начались проблемы с определением территории для их переселения. Мы надеемся, что нас не оставят без внимания, потому что люди на самом деле живут в очень нехороших условиях. Если сам премьер-министр взял под личный контроль, то будет найден компромисс и в любом случае просьбы людей будут выполнены. Это нам очень важно, потому что мы Каспичане, мы город культурный. И это ни в коем случае не было для того, чтобы сделано для того, чтобы какую-то смуту нагнать, какие-то митинги устроить. Нет, мы говорим и нас слушаем, власть реагирует, что может быть еще лучше. Я надеюсь, что в ближайшее время наши Каспичане получат соответствующую ту квадратуру, которую они хотят, жилье, и будут жить мирно. После встречи более 10 жильцов получили возможность подробно и детально рассказывать главе кабинета министра во всех беспокоящих их вопросах. Создана инициативная группа. Мы же города Каспич, Борис Гонцов, в свою очередь, заверил, что специалисты уже ищут застройщиков. Мы живем в этих домах уже кто с 90-го года, кто раньше. Дома все буквально находятся в очень ужасном состоянии. Крыши текут, стены уже разбираются. В квартирах вода течет, не работает ни канализация, ни водяные отопления, ничего. Для нас было очень приятно, что на нас обратили внимание, выяснили очень много вопросов. У нас была создана инициативная группа, которая будет решать проблемы на уровне с правительством. Ситуацию обещали решить. Главное, чтобы не вышло, как в известной пословице, и ждать не пришлось еще три года. Ведь состояние ветхих домов ухудшается ежедневно, и время в этом вопросе не ждет. Патимат Ханнабова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Каспийск. Стройку многоэтажки остановили в Махачкале по просьбе горожан. Напомним, ранее жильцы дома по улице Габитова, 16В, обратились к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой вмешаться в их ситуацию. По словам активистов, придомовую территорию люди благоустроили за свой счет. Озеленили, установили детские площадки и беседки. Однако застройщик начал строительно-монтажные работы ровно на месте данной дворовой территории. Разобраться в проблеме выехал исполняющий обязанности мэра города Резван Газимаганетов. Я бы вот этот весь ряд не застроил бы. Вот весь ряд должен был быть скворен. Никому не дал бы, честно говоря. Конечно. И мы выбегаем на работу, опаздываем. Он уже был в администрации, мы ему по-хорошему объяснили, строить ему точно не дадим. Поэтому он тоже вроде нормальный человек. Сейчас ему найдем другой вариант. А здесь мы сохраним. Хорошо. Позднее в администрации прошла встреча уже с застройщиком, с которым в ходе беседы достигнута договоренность об остановке всех работ. Между тем, строят в Махачкале, как выяснилось, далеко не на совесть. Так, по республике проведено обследование 457 многоквартирных домов, возведенных с нарушением градостроительных норм. Большая их часть, 408 многоэтажек, находятся в столице Дагестана. Об этом на совещании с Сергеем Меликовым доложил премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Ответственность за это должны нести все инстанции, которые допустили незаконное строительство, цитируют Меликова информационные ресурсы администрации главы и правительства. Дагестан оказался среди регионов с наименьшими показателями кредитных долгов перед банком. На одного человека здесь приходится 90 тысяч рублей за должности перед финансовыми учреждениями. Такие данные приводит реорейтинг. Меньше только в Чечне и Ингушетии. Средний показатель по России – 361 тысяча рублей. За последние пять лет долги россиян перед банками выросли вдвое. И о спорте. Дагестанские волейболисты выиграли медалью Кубка России среди ветеранов. Команда спортсменов в возрасте 60 лет и старше стала третьей на соревнованиях в Орле. Помимо нашей сборной в турнире участвовали еще пять команд этой возрастной группы. В матче за бронзу наши волейболисты обыграли команду города Люберцы Московской области. Лучшим либера турнира признан игрок дагестанской команды Тимирхан Тимирханов. А махачкаринская «Динамо» одержала победу над Хабаровским СКА. Игра команд проходила в Санкт-Петербурге, где номинальными хозяевами выступили армейцы. Единственный мяч во встрече на 18-й минуте забил полузащитник Раджаб Магомедов. Динамовцы «Махачкалы» благодаря набранным трем очкам поднялись на девятое место в турнирной таблице. Сейчас команда Гарана Алексича имеет в своем активе 30 очков. В ДГПУ футбольный праздник в стенах вуза. В течение трех дней проходил чемпионат среди факультетов вуза. За право стать лучшим боролись 11 команд. Подробности турнира в сюжете Хамзанур Магомедова. Ему слово. Красивые голы и мощная поддержка. В спортзале ДГПУ в эти дни было жарко. Футбольные батареи получились запоминающими. Турнир в ПЕД-университете проходил в течение трех дней. Один из команд разбили на четыре группы и только одна. С каждой выходила в финальную часть. В матче за право стать лучшей командой вуза играли студенты исторического факультета против факультета управления и права. В упорной борьбе победу одержали будущие историки. Победительным призерам вручили кубки медалей грамоты. Организаторами турнира выступило руководство ДГПУ совместно с отделом просвещения Муфтията республики. Поблагодарить отдел просвещения Муфтиат РД за спонсорскую поддержку, за то, что они посетили нас, за хорошую лекцию, которую они нам прочитали, за то, что нашли время и за то, что всячески поддерживают наше начинание, наш спортивный путь и дают всевозможную поддержку. Спасибо большое. Хамзу Нурмагамидов, Али Муртазалиев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!